МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С личной точки зрения, конечно, я не была готова к тому, что в один момент придётся сесть дома и ничем не заниматься, потому что развиваться я, к сожалению, как личность не смогла из-за того, что испытывала постоянный стресс. Ну, как бы человеку тяжело очень развиваться в условиях постоянных переживаний и волнений. Несмотря на потрясение, замыкаться на себе Елена не стала, а решила помогать тем, кто оказался в ещё более сложной ситуации. В разгар пандемии наша героиня занялась волонтёрской деятельностью. На самом деле, когда всё это началось, я поняла, что увидела, что очень многие люди находятся в сложной ситуации действительно, потому что они потеряли работу, они потеряли основной доход, и уровень безработицы показывает тоже, что достаточно много людей остались без работы. Я не могла сделать многое для того, чтобы помочь людям, я не могла помочь им финансово, то есть делать какие-то вложения в фонды, в тот же фонд «Дари добро», например. Но я делала и делаю то, что могу. Предприниматель сотрудничает с благодворительным фондом «Дари добро», разводит продуктовые наборы ульяновцы. Всё начиналось с акции «Караван добра», когда она и остальные добровольцы доставляли помощь в отдалённые населённые пункты региона. Сейчас Елена помогает ульяновцам индивидуально. В этот раз она посетила маму двоих детей, Алину Михайлову. Ресторатор привезла боекомплект из продуктов первой необходимости. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно зайти? Можно, да. Продолжение следует. Ну, вам нужны помощи. Вот, кто бы немножко. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Бежишь, пожалуйста. Что это? Более, масло, крупы, печенье, шоколадка, тушёнка, томатный соус. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Алина обрадовалась визиту. Ведь времена для её семьи и правда непростые. Супруг, как труженик общепита, пока не может выйти на работу. Ну, у всех проблемы сейчас, я так думаю, у многих. Ну, огромное спасибо просто хочется сказать всем, когда вот так вот помогают людям. Продуктовые наборы входят в программу благотворительной акции, которая стартовала весной. Контакты людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, попадают к сотрудникам соцзащиты. Далее информацию передают активистам фонда «Дари добро». Акция «Караван добра» продолжается, ведь в Ульяновской области ещё остались нуждающиеся. Виктория Черков, Данил Сурков, Владимир Куликов. Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова